Ты вернешься к этому видео спустя два года и пожалеешь. Пожалеешь, что не услышал это обращение в 2023. Следующие 24 месяца будут невероятно критическими, особенно для тех, кому за 40, кто задумывается о выходе на пенсию или кто выходит на нее. Вся финансовая система переворачивается с ног на голову. Все в этом мире будет токенизировано. Сначала правительства сопротивлялись этой революции, затем подавали на нее в суд. Дальше они будут регулировать ее и, наконец, в финальной стадии они присоединятся к ней. Сейчас мы движемся к фазе регулирования и полной реконструкции старой банковской системы. Старая архаичная банковская система мертва и теперь это очевиднее, чем когда-либо. ФРС США объявляет о запуске ЦВЦБ уже в июле этого года. Веб 2.0 погибает на наших глазах, а мы движемся к Веб 3.0. К СО-222. К блокчейну. К технологии распределенного реестра. К кондимент ликвидити или же к ликвидности по требованию. Прямо сейчас, когда все старое рушится, даже систематические банки, кредит-свиз, падают. У тебя есть историческая возможность инвестировать в эти инновационные технологии, которые изменят мир, которые построят новую финансовую и банковские системы. Если ты сумеешь выбрать хотя бы 3 криптовалюты, что взорвутся в новой системе, твоя жизнь изменится. Но изменится только в том случае, если изменишься ты сам. Если ты перестанешь мыслить мерками старой финансовой эры и начнешь мыслить так, как это делали бы миллионеры и миллиардеры в новой финансовой системе. Веб 3.0. Если у тебя была возможность накапливать рискованные активы, такие как биткоин на этом медвежьем рынке во время падения их цен на 70-80% в следующем, 2024 году, приближаясь к халвингу, у тебя должен быть план выхода. Когда все поймают эйфорию, когда все будут думать, какими богатыми они станут, какие они гениальные инвесторы, что купили биткоин, ты должен начать фиксировать прибыль. Люди начинают покупать, когда уже слишком поздно, и люди начинают продавать тогда, когда нужно покупать. Действуй иначе. Первое. Начни изучать ISO токены, они связаны с новой платежной системой, и их внедрение может начаться уже в этом году. Второе. Обрати внимание на то, что говорит бывший 43-й казначей США Роза Риус, чья подпись находится на банкнотах долларов США. С 2021 года она является членом совета директоров Ripple XRP. Она сказала, следуй за деньгами. Всего 2000 человек посмотрели это видео. Послушай ее. Это говорит бывший казначей США. И если ты инвестор, это одно из самых важных видео в этом году для тебя, пока поезд еще не уехал. Есть кое-что, что мы не можем контролировать на этом этапе. Что я сделала бы как инвестор? Первое. Я бы следовала за деньгами. Это мое имя на банкнотах доллара США. Это почти 1,8 триллиона долларов циркуляции. Никто не сделал столько денег, сколько сделала я. Если бы я следовала за деньгами, куда они идут? Они идут в метавселенную. Они идут в блокчейн. Они идут в искусственный интеллект. Технологии и инновации это ключ. И вот что важно помнить. В 2007-2008 мы видели огромный рост инвестиций в технологии и инновации. И это было во время финансового кризиса и краха. Что было создано в 2007? Что перевернуло наш мир тогда? Айфон. Да, айфон был создан в 2007. Также мы видели Facebook, Google, Airbnb, Uber. Во времена одного из крупнейших коллапсов в истории инновации все еще имели значение. И это повторяется и на этот раз. Огромное количество инноваций происходит и сейчас. Мы все знаем, что бывший казначей Роза Риос, женщина с огромными связями в Вашингтоне, является членом совета директоров Ripple. Мы знаем также, что бывший чиновник казначейства США и ФРС США тоже был в Ripple. И сейчас именно его назначили ответственным за расследование коллапса Silicon Valley Bank. Я следую за деньгами. Диверсифицирую свои криптовалюты в разных секторах. Это криптовалюты, связанные с платежными системами, в том числе и ISO-токены. Это криптовалюты, используемые для инфраструктуры новой финансовой системы и ЦВЦБ. Это криптовалюты в игровой индустрии. Gaming Cryptos. Это криптовалюты, которые будут использоваться для новых цепочек поставок. Но я не совсем дурак, чтобы быть только в криптовалюте. Драгоценные металлы, особенно серебро, некоторые бизнесы и компании. У меня есть несколько людей, которые ищут хорошее IPO, предпродажи, ранние инвестиции и аллокации. Ты должен активироваться прямо сейчас. Ты должен урезать бессмысленные траты прямо сейчас. Если тебе нужно платить по ипотеке или машине, урежь что-нибудь одно, урежь выплаты до одной месяц, освободи небольшой денежный поток. Ты должен закрыть весь свой долг сейчас. Ты должен накопить денежный кулак. И когда все паникуют, ты должен начинать покупать. Когда все празднуют и покупают на всю котлету, ты должен продавать. Не возвращайся к этому видео целых два года. Вернись к нему в 2005-м и напиши в комментариях о том, что ты жалеешь, что не посмотрел его в 2023-м. Субтитры сделал DimaTorzok